Субтитры делал DimaTorzok Лад и гармония. Лад это система звуков, характерная для того или иного фольклора, для того или иного стиля музыки. Это своего рода музыкальный алфавит. Та особенность, по которой вы безошибочно отличите музыку одного народа от другого. Сегодня мы поговорим с вами о вариациях. Что такое вариации? Вариация от латинского variatio изменения. То есть, всевозможные изменения темы, как фактурные, так и собственно ладо-гармонические. Наш первый пример. Известная песня в опале береза стояла. Смотрим оригинал. Смотрим вариацию. Здесь я применил гуцульский лад. Ля-Си-До-Ре-Диез-Ми-Фа-Диез-Соль-Ля И получилось. Ми-Ми-Ми-Ми-Ре. Ре повышаем. До-Ре-Диез-До-До-Си-Ля-Ми-Соль-Фа-Диез-Ми-Ре-Диез-Ми. Второй пример ладовой вариации. Возьмем арабский лад. Хиджаз. Ля-Си-Бемоль-До-Диез-Ре-Ми-Фа-Соль-Би-Кар-Ля. Есть еще хиджаз-Кар. Ля-Си-Бемоль-До-Диез-Ре-Ми-Фа-Би-Кар-Соль-Диез-Ля. В обычном хиджаз у нас одна увеличенная секунда. Это Си-Бемоль-До-Диез. Хиджаз-Кар. У нас две увеличенные секунды. Си-Бемоль-До-Диез и Фа-Соль-Диез. Итак, в ополе береза стояла в хиджазе. Следующий пример. Да более известная каждому баянисту народная песня, как под горкой, под горой. Она же картошка. Самый простой пример варьирования здесь будет, скажем, опевание. Или, скажем, через пятую ступень. Вариация через пятую ступень. Пятая ступень в Ду-Мажоре это Соль. Теперь два примера гармонической вариации. Можно, конечно, попроще. Понятно. Если возьмем оригинал. До-До-Ре-Ре-Ми-Ми-Фа-Ми-Ми-Ре-Ре-До-До-До. То в миноре у нас будет До-До-Ре-Ре-Доминанта-Мажорная-Ми-Бемоль-Сольдоминанта. И ниже. Си-Бемоль-Мажор. Ни-Бемоль, затем Фа-Ми-Нор. И заканчиваем на позитиве. Немножко тренировки. И вы во всем разберетесь. Это не сложно. Как знать. Может быть, вскоре вы порадуете нас чем-нибудь таким. Пока это еще рановато. Потому что вам нужно мгновенно соображать, какой аккорд будет приходиться в следующем такте. Какой функции, в какой тональности. Но чтобы вас не смущать, покажу вам очень демократический пример. И наша с вами картошка превращается. КОНЕЦ Теперь подробнее. Конечно же вы узнали песню в этот день. Итак. До-До-Ре-Ре-Ми-Ми-Фа-Ми-Ми-Ре-Ре-До-До-До. Смотрим. До-До-Ма-Жор-До-До-Ре-Ре-Соль-Ма-Жор-Ми-Ре-Ми-Ми-Ми-Ре-Ми-Ре-Ми-Ре-Ми-Ре-Ми-Ре-Ми-Ре-Ми-Ре-Ми. Теперь внимание на субдоминанте. Бас-фа Это терц-кварт-аккорд второго вводного саптаккорда Второй вводный саптаккорд строится на второй ступени Ре-фа-ля-до В нашем случае это его обращение терц-кварт-аккорд Ля-до-ре-фа Затем ля-до-ре-р И опять ми-ми-ре-р Дальше ми-ми-ре-р, ми-ми-фа, ми-ми-ре-р, до-до-до Ля-минор На Ре я беру в левой руке ми-минор Правой беру Ре-соль-си-ре Снова до мажор Опять терц-кварт второго вводного Каданс, бас-соль с до мажором Доминанта И вспоминаем блюзовый оборот Субдоминанта Последний аккорд На нем хочу остановиться подробнее Здесь он называется 9-й и 13-й В левой руке до саптаккорд В правой руке Ре-фа-де-с-ля-до Ре-ф септаккорд Вместе мы получаем вот такую красоту На самом деле вариантов может быть бесконечное количество Так что творите, выдумывайте и пробуйте На сегодня все С вами был Сергей Ковалев До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok